Тема нашего вебинара – безанъекционная миостерапия или электропорация в антиэйдж-процедурах с применением косметических средств Гельтек. Сразу могу сказать, что не обязательно в антиэйдж-процедурах применять электропорацию. Может и молодая кожа, например, быть очень обезвоженной. Мы сможем при помощи курса процедур электропорации насытить ее, например, низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Поэтому здесь как раз возраст не так критично имеет значение, но в целом все процедуры, которые заменяют инъекции, в некотором смысле, они, конечно, не могут полностью их заменить. Иногда процедуры аппаратные, наоборот, комбинируются с инъекционными, как, например, всем известная комбинация классической биоритализации и рефлифтинга для усиления эффекта последнего. Но в целом, как говорится, показания для таких вот неинвазивных внедрений каких-то активов, они, как правило, все-таки чаще наблюдаются после 30-35 лет, чем раньше. Напомню, по традиции, да, всех приветствую, с вашего позволения, я не буду здороваться с каждым, но я очень рада, что вы с нами, и очень мне приятно, что много людей, которые постоянно с нами. Напомню, естественно, какие вообще аппаратные методики у нас бывают, чтобы понять, к какой группе мы можем отнести электропорацию. То есть у нас есть форезы, то есть это как раз методики, при помощи которых мы можем какие-то вещества активные с небольшой величиной молекулы ввести в глубокие слои кожи, то есть на уровень, например, базальной мембраны эпидермиса, на уровень дермы частично. И такие процедуры называются форетические или форезы. То есть используются для внедрения активных веществ как ультразвук, так и электрический ток, так и низкоэнергетический лазер. И, соответственно, в зависимости от физического фактора они будут называться. Если ультразвук, то ультрафонофорез, если электрический ток, то это будет ионофорез в случае постоянного тока и электропорация в случае переменного тока. И лазерофорез – это низкоэнергетический терапевтический лазер. Стимулирующим методикам, которые не предназначены для того, чтобы что-нибудь в глубокие слои кожи внедрить, относятся процедуры, которые так или иначе воздействуют либо на мышцы мимические, в данном случае в области лица, зачастую при работе по телу и скелетной мускулатуре, например, электромиостимуляция используется для стимуляции, либо, наоборот, расслабления скелетной мускулатуры. Ну, а вот микротоковая терапия, электромиостимуляция, частично лазерная терапия, потому что лазер у нас относится низкоэнергетически и к форезам, и к стимулирующим методикам. РФ-лифтинг тоже относится к стимулирующим методикам. Здесь уже воздействие идет на, ну, так, и лазер, и реф-лифтинг уже работает с тканями, а не с мышцами, с более вышележащими слоями, то есть с кожей, с дермой, стимулируются фибробласты дермы, чтобы они вырабатывали коллагенный эластин, то есть структурные белки кожи, стимулируются разновидности фибробластов, такие как гиалуроносинтазы, которые эндогенную гиалуроновую кислоту будут синтезировать, и так далее, и тому подобное. И плюс еще стимулирующие методики зачастую, например, лазерная терапия и микротоковая терапия, воздействуют очень хорошо на сосуды, то есть обладают сосудоукрепляющим или вазопротекторным действием, поэтому используются как раз и когда есть проблемы с сосудами, например. Ну и механо-вакуумные методики, там Диновак, Старвак и прочие, их разновидности аналоги, используются как раз больше для работы по телу, потому что механо-вакуумные методики в области лица не всегда хорошо воздействуют на кожу, они могут провоцировать купероз, они могут растягивать кожу, усиливая ее дряблость, если особенно склонность к этому есть, поэтому здесь как раз больше область воздействия тела. Ну и условно-деструктивные методики, которые что-нибудь разрушают, это ультразвуковой пилинг, то есть мы разрушаем роговой слой эпидермиса немножечко, подразрушаем, чтобы освободить его от избытка роговешек, сделать кожу более гладкой, устранить гиперкератомс, если такой есть. Ультразвуковая кавитация – это как раз воздействие низкочастотным ультразвуком не на поверхности кожи, а уже глубоко в подкожно-жировой клетчатке используется для того, чтобы убрать жировые ловушки, например, после того, как человек похудел, но жир из каких-то мест с трудом уходит, и вот там как раз точка приложения для ультразвуковой кавитации и есть. А вот для общего похудения, например, то звуковую кавитацию использовать нельзя, равно как и инъекции прямых липолитиков, потому что это методика локальная, то есть локального действия. Гальваническая дезинкрустация – это деструктивная методика с использованием постоянного тока, который провоцирует, можно сказать, реакцию омыления жиров на коже, то есть триглицеритов кожного сала, в сочетании с щелочной средой, по которой эта методика проводится, мы получаем эту реакцию и можем глубоко, достаточно хорошо, качественно очистить поры, которые, например, трудно очистить стандартными средствами для холодного распаривания, мануальной чисткой и так далее, то есть облегчить, например, мануальную чистку мы можем при помощи гальванической дезинкрустации, работать с тугими порами, с плотной кожей, которая, например, часто характерна для молодых людей, мальчиков, девочек до 25-28 лет, особенно если кожа жирная и еще пока не возрастная и не атоничная. Микродермообразие, ну, все больше уходит в небытие эта методика, потому что шлифовки больше производятся сейчас при помощи лазеров различных, но где-то, возможно, в регионах микродермообразие, как достаточно недорогая методика, не требующая закупки какого-то высокотехнологичного оборудования, еще имеет место быть и, в общем, в принципе, тоже относится к деструктивным методикам, главное просто не повредить кожу при помощи нее, потому что, по сути, это воздействие на кожу наждачкой, если можно так сказать, то есть абразивом разной степени грубости, скажем так. Фракционные лазерные методики – это тоже деструктивная методика, но здесь идет воздействие уже на, например, дерму, опять-таки стимулируются фибробласты, локальное травмирование кожи в глубоких слоев провоцирует заживление, если, конечно, ресурс кожи на это способен, да, и таким образом тоже мы получаем эффект лифтинга и какие-то другие проблемы решаем, устранение пигментации, например, или каких-то рубцовых образований, но это все методики повреждающие. Другое дело, что ультразвук, понятно, ультразвуковый пилинг он повреждает на поверхности роговой слой, который нам не жалко, вот, а уже фракционный лазер, например, он будет повреждать глубокие слои кожи, и там с ним, конечно, нужно осторожно. Вот, это чтобы напомнить, как говорится, какие основные методики существуют, которые у нас из физиотерапии перешли в косметологию, ну и сегодня мы коснемся напрямую одной из этих методик, это электропорация или безинъекционная мезотерапия. Эта методика похожа на ионофорез, но используется здесь ток постоянный, в смысле, простите, ток переменный, в отличие от ионофореза, где используется ток постоянный, и при электропорации переменный ток означает то, что у нас нет такого требования к нашим препаратам, чтобы они, например, диссоциировали на конкретные какие-то ионы, то есть имели заряд плюс или минус, так называемый. Вот, потому что здесь, во-первых, механизм действия немножко другой, проникновение активных веществ в глубокие слои кожи, и сам ток другой, то есть полярность его дрейфует от плюса к минусу и обратно, то есть это переменный ток. Здесь нет на электродах определенного плюса или минуса, то есть как при ионофорезе мы работаем, например, минусом по лицу, а плюс держим в руке или наоборот. И, соответственно, наши какие-то препараты при воздействии постоянным током при ионофорезе, они наносятся на кожу, диссоциируют на ионы, потому что это водные сливые растворы или кель, или сыворотки. И при этом, если мы, например, нанесем на кожу препарат с отрицательным преимущественно зарядом, то есть ионов отрицательно заряженных в этом растворе больше, то отталкиваясь, например, от одноименного отрицательного электрода, у нас в глубокие слои кожи будут стремиться вот эти активные вещества зайти, то есть проникнуть через пути наименьшего сопротивления, то есть, как правило, это выводные протоки сальных потовых желез, властных фолликулов. Так работает ионофорез, то есть постоянный ток. Поэтому, если у нас, например, гиалуроновая кислота вводится с минуса, значит, там отрицательно заряженных ионов в ней больше. Если это какой-то биполярный гель, то его можно теоретически вводить с любого полиса при ионофорезе. Если же мы имеем в виду электропорацию, то там другие параметры тока, там ток самопеременный, там нет плюса и минуса. У нас есть больше возможностей какие-то комплексные препараты вводить, ну, при условии, что, конечно, активные вещества будут небольшой величины молекулы. И, опять-таки, это тоже водные растворы, не содержащие жира, и они будут способны проникать, например, через мембраны клеток. Но и пути, как при ионофорезе, да, наименьшее сопротивление, они тоже при электропорации задействуются. Но помимо них мы можем использовать еще так называемый черезклеточный путь. То есть под воздействием вот этого тока, так сказать, высоковольного, с определенными своими характеристиками достаточно сложными, мы можем ввести непосредственно через мембрану клеток, например, ту же самую низкомолекулярную гиалуроновую кислоту или какие-нибудь другие ингредиенты с небольшой величиной молекулой. При этом у нас мембрана клеток, эпидермиса, частично дерми, в клетках, у них есть, например, возможность образовывать кратковременные аквапоры. То есть у нас, например, липидный слой нашего эпидермиса, чтобы пропустить туда, к дерме, наши какие-то активные вещества, мы переориентируем вот эти вот слои липидные при помощи, ну, можно сказать, удара током. Вот, определенной сложной формы и работающего на определенной несущей частоте. Таким образом, в момент вот этого вот удара током, когда у нас на доли секунды, на какие-то микросекунды воздействует ток, образуется вот эта так называемая аквапора. И так называемые головки вот этих липидов, да, липидный бислой, да, они переориентируются и как бы пропускают внутрь клетки, допустим, молекулы гиалуроновой кислоты или заключенные в липосому какой-нибудь дегидрокверцитин, например. Хотя, конечно, с дегидрокверцитином сложнее, потому что молекулы достаточно крупные, и вообще у всех экстрактов достаточно крупные молекулы, поэтому, скорее всего, в дерму, конечно, он не попадет, останется где-то в глубоких слоях эпидермиса. Вот, а низкомолекулярная гиалуроновая кислота и ультрамолекулярные формы могут проходить вплоть до дермального слоя. Вот, что, собственно, нам, как говорится, от этого метода и нужно. Кроме того, сам переменный ток, он обладает еще немножечко возбуждающим таким воздействием, то есть он способствует немножечко расширению сосудов, активизации рецепторов. Зачастую мышцы мимические реагируют тоже, особенно в чувствительных зонах, сокращением таким легким, ну, комфортным, в принципе, для пациента. Вот, поэтому мы от самого воздействия током, без учета того вещества, который мы на кожу наносим, мы получим небольшой еще лифтинговый эффект после процедуры разглаживания морщин на некоторое время, то есть на какой-то срок. То есть он может быть там и 2, и 3, и 4 дня, если мы делаем курс, то, естественно, будет у нас держаться эффект дольше, там, несколько месяцев. Ну, это как от любой, в принципе, физиотерапевтической процедуры. Вот, и когда мы используем для, например, внедрения активных веществ, ну, и вообще ухода за кожей, такую методику, как электропорацию, то мы должны учитывать особенности этих процедур, да, что, какие требования, собственно, у нас есть к самим препаратам, по которым мы проводим, и к параметрам, ну, то есть к вообще самой сути, да, процедуры, что у нас должно быть, происходить, в общем-то, во время этой процедуры. То есть все препараты, так же, как и для ионофореза, они являются водорастворимыми, то есть это гели и сыворотки, которые не содержат масла. И гель – это такое название каверзное, потому что у нас, например, тоже в гельтеке есть наш распрекрасный гель «Церамидский инсейвер», который называется гель. По сути, гель не является, потому что это масляный такой, можно сказать, препарат, масло с церамидами, вот, но так как он такой прозрачный, немножко гелеобразной текстуры, то его назвали гель. Вот, поэтому «Церамидский инсейвер», конечно, вводить электрическим током у нас не получится, а гели, которые не содержат, настоящие гели, то есть водные, которые не содержат масел, все их можно электропорации вводить. Другое дело, что есть ли целесообразность, например, вводить какие-то препараты, я бы, например, не стала вводить электропорации, сыворотку 5 пептидов, одну из наших новых, которая содержит вообще феноменальную, наверное, концентрацию пептидов, самых таких активных, которые сейчас только можно придумать, то есть 2 мерилоксанта, леофасил и эрогирелин по 5% каждого, то есть 10% мерилоксантов, там есть релистаз 4%, это сигнально стимулирующий пептид, то есть такой ремоделирующий, который тоже укрепляет кожу, там есть 3-пептид меди, тоже в большой концентрации 5% и 2% мартрексил и морфомикс, это тоже ремоделирующий пептид, то есть это все рассчитано на ослабление мимики и укрепление кожи, то есть уплотнение ее. Так вот, пептиды, они могут под воздействием электрического тока банально развалиться, неизвестно, как они там будут действовать, то есть вполне возможно, что какие-то неразвалицы попадут глубоко, но с другой стороны, им и не нужно сильно глубоко попадать при помощи аппаратных методик, потому что они сами, как говорится, прекрасно достигают свою клетку мишень. Поэтому, или рецептор, на который они должны воздействовать, более того, рецептор может находиться, например, более поверхностно, чем мы бы ввели какой-то там раствор в кожу при помощи аппаратных методик. Поэтому, например, пептиды я бы не стала. А, например, средство, которое содержит витамины или средство, которое содержит ту же самую гиалуроновую кислоту, низкую или ультрамолекулярную форму, мы понимаем, что высокомолекулярную мы никуда, никаким методикам не введем. Единственное, как мы можем доставить в дерму высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, это набрать ее в шприц и уколоть. Неинвазивными не получится. Она большую молекулу очень имеет размером. А низкая ультрамолекулярная прекрасна. То есть заходит, поэтому мы можем использовать и низкомолекулярный гель-концентрат наш 2%, который золотым стандартом вообще для форезов гиалуроновой кислоты является. Также мы можем использовать сыворотки интенсив омоложения, 3D-увлажнение, то есть все, что содержит эти маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты. Можем использовать различные другие гели, которые содержат, например, хорошую концентрацию нецинамида или какие-то вазопротекторные ингредиенты, тот же самый антикуперозный гель, но только не с целью коррекции купероза, разумеется, потому что электрометодика, мы сейчас к противопоказаниям подойдем еще, она не является методикой выбора для пациентов с куперозом, потому что электрический ток в миллиамперном диапазоне им противопоказан. Но зато, если у вас есть пациент с тусклой кожей, с кожей, так называемой кожи-курильщика, или офисного работника, я ее иногда шутку называю, и, собственно, нужно активизировать микроциркуляцию, или отек снять, например, то мы можем вот эти вот вазопротекторы, такие как конский каштан, листья красного награда. Кстати, конский каштан содержит эсцин, который очень хорошим противоотечным действием преобладает. Вот, поэтому мы можем взять тот же самый антикуперозный гель и использовать его для того, чтобы убрать отечность, активизировать кровоток, набрать лучший цвет лица, сделать его более свежим. То есть, как бы нам для этого как раз можно использовать ионфорез, либо электропорацию, в зависимости от того, что у нас есть в кабинете из аппаратов. Вот, но при этом пациенту не должно быть выраженного купероза, разумеется. Вот, к требованиям к процедуре еще относятся, естественно, чтобы не было противопоказаний, да, то есть, но мы о них чуть позже поговорим. Вот, и что еще является особенностью? Мы можем создавать ДПО, то есть ДПО препарата, ну, частично в эпидермисе и в дерме, ну, от нескольких часов до нескольких суток. Так же, как и при ионофорезе. Вот, поэтому мы можем локально ввести нужные нам вещества и пролонгировать, так сказать, их действия за счет того, что вот это ДПО, то есть, они там какое-то время циркулируют в глубоких слоях кожи, да, находятся, да, вот, ну и потом, соответственно, распадаются и оказывают свое действие согласно своим физико-химическим свойствам. Вот, во время процедуры воздействия идет, естественно, с увеличением силы тока. То есть мы, когда берем наш электрод, да, то мы при помощи потенциометра, да, вот, например, или при помощи, как вот здесь у меня аппарат ЛВИПРАК чешский, здесь у нас интенсивность выставляется при помощи двух кнопочек вверх-вниз, да, вот, мы ставим интенсивность по ощущениям пациента, то есть пациенту не должно быть больно, не должно быть, не должно жечь, то есть ему должно быть комфортно, то есть может быть легкое покалывание, мурашки, могут быть легкие сокращения мышц, особенно вот в нижней трети часто реагируют мышцы, вот, ну, иногда мышцы лба тоже могут реагировать, но чаще всего нижняя треть все-таки больше реагирует, вот, и этого достаточно, то есть никаких болевых ощущений быть не должно. И также у нас кожа привыкает, на самом деле, к электрическому току, поэтому и в процессе процедуры, и с увеличением количества процедур, да, например, на третьей, на четвертой процедуре мы уже можем, например, не четверочку интенсивность поставить, а, например, пациенту будет комфортно уже на 5-6, да, или мы начинали с треечки, да, потом дошли до 5-6, ощущения будут примерно те же самые, а интенсивность уже будет более высокая. То есть не нужно гнаться с тем, что чем больнее, тем эффективнее, и на самом деле с электрическим током не так все это происходит. Вот, то есть ориентируйтесь на ощущения пациента. Соответственно, если у пациента есть какие-то неврологические нарушения, у него нарушена кожная чувствительность, то мы эту процедуру сделать не сможем, равно как и другую любую процедуру, связанную с воздействием электрическим током. Соответственно, общая продолжительность процедуры у нас будет порядка 20, пройти, возможно, до 35 минут, то есть если лицо, шея, декольте, то есть как бы мы работаем в этой зоне, естественно, зона щитовидной железы у нас всегда табу, мы никогда на ней не работаем. И если работаем электропорацией по телу вдруг, да, мы сегодня не будем, конечно, по телу разговаривать, ну, там достаточно редкая методика используется, но может использоваться на самом деле, потому что какие-то, например, антицеллюлитные средства электропорации очень хорошо вводить по телу, даже наш разогревающий гель термоинтенсив можно использовать для электропорации, вот, ну, а здесь уже используется как раз и время больше, да, и силы тока гораздо больше, вот, и, собственно, такие процедуры имеют тоже право на существование. Значит, что касается противопоказаний, да, я их еще раз озвучу, хотя вы, наверное, уже, особенно кто с нами давно, все их знаете, потому что уже все, наверное, вебинары на тему аппаратных методик пересмотрели, вот, и сами уже работаете активно ими, но на всякий случай я их проговорю, то есть это в первую очередь онкология и беременность, причем онкология в анамнезе, даже леченая, так называемая, да, даже если человек снят с учета, я бы не рискнула брать пациента с подтвержденной онкологией после операции, после химиотерапии, да, хоть даже 5 лет этих прошло, пресловутых, все равно лучше аппаратные процедуры, по крайней мере, с целью эстетики какой-то не делать, лишний раз не рисковать, равно как и всякие лимфодренажные методики массажные на таких пациентах, я бы тоже не рискнула делать, вот, потому что мы не знаем, как там организм, все ли мы, как говорится, предусмотрели, когда пациента лечили, ну, не мы, естественно, а профильный врач, профильный ОПУ. Вот, при беременности тоже аппаратные процедуры никакие нельзя, какие-то тяжелые хронические заболевания являются противопоказанием, то есть если человек имеет тяжелое хроническое заболевание, он 100% об этом знает, вот, это могут быть заболевания соединительной ткани, это могут быть какие-то аутоиммунные процессы, это могут быть тот же самый сахарный диабет или тяжелая гипертония, это могут быть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом или мочеводящей системой, но именно такие какие-то тяжелые. Вот, и, естественно, общие инфекционные заболевания, в том числе и грипп, и ОРВИ, и все остальные модные болезни, и, в общем, герпетическая инфекция не исключение, на самом деле здесь как раз суть в чем, когда мы делаем любую физиотерапию, мы провоцируем организм, ну, немножечко какой-то стрессом удаем, какую-то нагрузку, хотя и процедуры могут быть абсолютно безболезненные, но мы активизируем процессы, то есть мы стимулируем их и хотим вызвать реакцию адаптации организма, и он, в общем, делает то, что мы от него хотим, например, улучшает структуру эпидермиса или дермы, или там отечность убирается. Но если у нас в этот момент человек болен, то организм у нас борется с инфекцией, вне зависимости, тяжелая она или нетяжелая. С тяжелой инфекцией понятно, что человек вряд ли пойдет к косметологу. И поэтому нам важно, чтобы у нас вместо реакции адаптации, стимуляции процессов каких-то метаболических, не получился срыв адаптации и, соответственно, ухудшение общего состояния пациента, и эффект мы можем не получить или получить какой-нибудь непредсказуемый. Поэтому я всегда рекомендую администраторам салонов, клиник и медицинских центров, когда он прозванивает ваших пациентов перед процедурами, всегда уточнять, как себя чувствуете, нет ли каких-то симптомов ОРВИ и так далее. Сейчас это, в принципе, в порядке вещей, если мы интересуемся, потому что мы живем в эру пандемии. Но и до этого, когда мы жили более спокойно, всегда тоже рекомендовалось интересоваться, потому что нам не нужно, чтобы человек пришел с гриппом, с температурой или с гриппетической инфекцией, или с поврежденной кожей, по которой мы все равно не сможем сделать процедуру. И, собственно, поэтому мы должны всегда это уточнить. И если пациент себя неважно чувствует, то перенести его визит на какой-то более поздний срок, чтобы он не особо переживал из-за этого. Естественно, температура, лихорадочное состояние однозначно противопоказания для любых аппаратных методик. Если у нас на коже есть какие-то повреждения, то, как правило, мы не можем делать процедуры контактные, только бесконтактные. И если у нас, например, есть проблема, скажем так, компенсированная, да, есть у пациента акне, у него есть там сколько-то папул или там сколько-то пустул, кожа не поврежденная. То есть, как бы, и в принципе, если у пациента там, грубо говоря, около 10 воспалительных элементов на лице, мы можем ему, в принципе, практически любую физиотерапию делать. Если же у него экскориированная акне, кожа поврежденная, то здесь уже у нас ограничения есть. Хотя бы потому, что мы не должны контактировать аппаратами, манипулами аппаратов, которые не подлежат стерилизации горячим способом, с поврежденной кожей, с биологическими жидкостями. Это тоже всегда надо учитывать. Хотя, например, в некоторых аппаратах можно, например, снять, отвинтить, например. Головку и простерилизовать ее. Но вообще отношение к этим аппаратам, оно примерно такое же, как к диагностическому оборудованию, то есть ультразвуковым сканерам. Мы не кипятим, естественно, манипулы, мы их замачиваем в дозрастворе на некоторое время или протираем их дозраствором, и поэтому не можем контактировать с какими-то биологическими жидкостями. И также, если у нас есть множественные невусы, родинки, так называемый, например, синдром диспластических невусов, то все стимулирующие методики на лице, например, или на участке тела, где это все есть, мы проводить не можем. Если мы не можем эти невусы, родинки обойти, ну, такие как бы не просто пигментные пятнышки, а именно выступающие, то есть это, ну, в общем-то, ни с чем не спутать, потому что нам не очень хотелось бы стимулировать клетки и деление клеток в области вот этих вот образований, потому что они могут быть доброкачественными, а вдруг мы можем прозевать там какую-нибудь базалиому, то же самое, да, вот, и еще и простимулировать ее рост. Поэтому будьте осторожны с какими-то такими, особенно неправильной формы, какие-то выступающие над кожей невусы, так называемые родинки, и старайтесь их обходить, да, если их очень-очень много, то тогда опять-таки вот эти стимулирующие методики лучше пациенту не назначать. Вот это что касается кожи и инфекционных заболеваний. Что касается кардиостимулятора, то для электрометодик это является противопоказанием, по крайней мере в эстетике, потому что в больницах, да, там при необходимости использовать электрический ток к пациенту, консультируются с кардиохирургом, если это у него стоит кардиостимулятор, при котором можно воздействовать электрическим током, какой-то экранированный, да, то может быть процедуру и можно делать, но никто не пойдет, как говорится, консультироваться с кардиохирургом, чтобы, например, пойти в салон, сделать ультразвуковой пилинг, или, например, электропарации, ввести низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Просто выбираем для этих пациентов другие методики, более, скажем так, не связанные с воздействием электрическим током, ну и ультразвуком и всеми другими физическими факторами. Если у нас есть металлические импланты в зоне обработки, в принципе, в отличие от иона фореза, воздействие постоянным током, дентальные импланты относительным противопоказанием являются, особенно если они установлены давно и если они достаточно современные. Но все-таки я предпочитаю в миллиамперном диапазоне с человеком с имплантами стараться не работать. Микротоковая терапия не является противопоказанием для процедур на коже, если у человека стоят дентальные импланты, а вот все-таки он форез и электропарация, лучше поосторожнее быть. Но если стоят внутри кожные импланты, например, те же самые золотые нити, то тогда методику точно использовать нельзя. Ну и, естественно, могут еще находиться в области лица какие-то элементы остеосинтеза, то есть какие-то скобы, еще что-то, то, что может быть у человека, если он, например, попадал в аварию, или какие-то у него были проблемы, хирургические какие-то операции были, когда ему сращивали кости. Еще что-нибудь в этом роде могут стоять какие-то пластины, да, и здесь, конечно, нужно поинтересоваться. Если это есть, то лучше электрометодики не использовать на лице. Если есть проблемы с чувствительностью, то, что я как раз упоминала не так давно, вот, это тоже является противопоказанием, потому что мы не сможем по-любому, во-первых, отследить силу тока, с которой воздействовать, а во-вторых, при наличии неврологических каких-то проблем, мы все-таки электрическим током воздействовать не можем на такого пациента. Вот, ну, здесь у меня еще затесалось применение системных ретиноидов, но это больше для рефлифтинга, потому что соединительная ткань может неадекватно среагировать при наличии, как говорится, вот, курса ретиноидов у пациента. И лучше, конечно, когда курс будет закончен, делать такие процедуры. Вот, хотя каких-то таких критичных, возможно, не будет проблем, но, в общем, нежелательно. Вот. И сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации и, например, туберкулез, не дай бог, как говорится, все это тоже является противопоказанием. Сахарный диабет в стадии декомпенсации, ну, как я уже говорила про заболевания, хронически тяжелые, тоже относятся к ним, как эндокринная патология. И, естественно, если у человека, например, инсулинозависимый диабет и, в общем, какие-то проблемы, нестабильный сахар, то, опять-таки, мы аппаратные методики не используем с эстетическими целями. Вот. Хотя многие методики на самом деле диабетикам можно и, в общем, например, в условиях физиотерапевтического отделения, как раз, например, лазерная терапия используется очень часто для того, чтобы стимулировать заживление трофических язв, те же самые. Вот. Если у вас какие-то появляются вопросы, вы мне их задавайте, не молчите и не стесняйтесь. Вот. Потому что как раз вебинар предназначен для того, чтобы мы могли обсудить какие-то вопросы и задать их в режиме реального времени. Хотя, в принципе, если вдруг назреют какие-то вопросы, вы знаете, что можно всегда задать их под видео и, соответственно, если это какой-то вопрос, адресованный лично мне, сложный какой-то, то мне обязательно этот вопрос перешлют и перешлют обратно на YouTube. Опубликуют мой ответ вам. Так что все это достаточно оперативно у нас происходит. Какие же препараты мы берем для электропорации? То есть мы берем, как правило, чаще всего то, что содержит маленькую величину, имеет маленькую величину молекулы, или какие-то комплексы, которые и сами по себе достаточно глубоко могут проникать, но мы аппаратной методикой можем им помочь. То есть чаще всего, то есть золотой стандарт, это гель-концентрат с 2-процентной низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. То есть мы так можем работать с обезвоженной кожей, можем работать антиэйдж-варианты какие-то, процедур делать. Вот, вопросик. Можно ли проводить электропорацию в течение 5-10 минут, включая его в ход? Ну, на самом деле, это немножечко будет не до процедуры, потому что 5 минут точно мало, вы не успеете обработать все лицо хорошо. 10-15 минут – это уже как-то более-менее, но, как правило, все-таки, если мы хотим еще от самого тока, от самой электропорации путем воздействия на мимическую мускулатуру, например, убрать отечность немножко, нам все-таки как минимум 20 минут нужно поработать, чтобы все хорошенечко пройтись по всем зонам. Поэтому 5 минут совсем точно нет, 10 тоже вряд ли, наверное, минут 15 – это, наверное, минимум, вот я бы сказала. И то, если мы не работаем в области шеи декольте, например, активно. Единственное, что если мы, например, какую-то аппаратную методику используем для предухода, тот же самый ультразаклопилинг или гальваническую дезинкрустацию, то мы можем сократить немножко само воздействие активным методом, то есть внедрение веществ при помощи электропорации. Будет у нас чуть меньше времени, но при этом, конечно, не 5 минут, ну и даже не 10. Вот так вот. Значит, нет, что, Ирина. Дальше. Гель антивозрастной нео. Очень такой пользуется популярностью для всяких форезов, потому что там очень хороший состав. Там, естественно, раз у нас пометочка нео стоит, то мы знаем, что там липосомальный дегидрокверцетин будет в составе. Вот, то есть там есть витамин С в форме содиума скорбилфосфата, то есть достаточно такой тоже хороший вариант для внедрения в глубокие слои кожи. Поэтому, если у нас кожа требует антиоксидантов, кожа, например, после отпуска или бывает после пилингов такая немножко пергаментная, когда если переборщили немножко с пилингами, или бывает, например, пациент на ретиноле, особенно когда еще в начале, скажем так, курса. То есть можно чуть-чуть помочь, да, вот такими вот методиками, чтобы кожа быстрее восстановилась. Берем гель антивозрастной нео. Если у нас как раз нарушение микроциркуляции, о чем я говорила не так давно, когда мы можем брать, например, тот же самый антикуперозный гель, да, и улучшать цвет лица, у человека, у которого нет купероза, но есть проблемы с тусклостью, таким серо-зеленым оттенком кожи, потому что у него плохо, она кровоснабжается, да, то нам хорошо брать не только антикуперозный гель, но и гель для сухой нормальной кожи нео, потому что там есть масса вазопротекторов, там, арника, плющ, там, бузина, постельница, мальву, огурец, вот этот комплекс, плюс сам дегидрокверцитин тоже хорошо сосуду укрепляет, и поэтому здесь как раз мы можем использовать его, потому что на антикуперозный гель, то есть на неоцин в частности в его составе, бывают реакции у пациентов, потому что никотиновую кислоту даже в такой маленькой концентрации, которая предназначена для того, чтобы в безопасном для сосудов режиме на них воздействовать, да, бывает все равно реакция похожая, как у обычных людей бывает на большую дозу никотинки, да, то есть резкое покраснение, да, или локальное вместное нанесение. Оно, конечно, проходит буквально там за пару часов максимум, бывает, что до суток держится, но очень редко. Как правило, уже там процедура сделана, уже ничего не видно, то есть в течение часа уходят эти покраснения, но некоторые очень боятся всяких покраснений, особенно если кожа чувствительная, тонкая, близко сосуды расположены, нет еще, как говорится, проблем с ними, да, в виде купероза, то есть процедуру, допустим, делать можно, но вообще пациент склонен к тому, чтобы там на эмоциональном каком-то фоне краснеть и так далее. Вот, тогда лучше не антикуперозный гель, например, взять, а гель для сухой нормальной кожи, но он будет поспокойнее для кожи, там нет ниоцина. Вот, гель тонизирующий тоже для тоничной кожи хорошо, для кожи с застойными пятнами какими-то, например, постоспалительными. Вот, также гель пектиновый хорошо используют для электропорации, он как раз больше в сторону осветления работает, также работает с постакне, также работает с какими-то воспалительными элементами, ну, то есть не лечение окна именно, а когда есть склонность к воспалениям, есть какие-то эпизодические высыпания, может быть, и его как раз тоже можно использовать, особенно если кожа требует выравнивания тона или такого легкого осветления. Понятно, что пектиновый гель не будет отбеливать ее, вот, потому что он просто на это не способен, но цитрусово-пектинового в составе, он очень неплохо именно выравнивает тон, особенно если продолжить потом в регулярном уходе дома его использовать. Гель для жирной кожи можно использовать для ухода, ухода, как говорится, для кожи жирной, комбинированной с расширенными порами, но с целью просто себорегуляции, да, как вариант. То есть, ну, например, пациент с жирной кожей, с таким сальным блеском, который его беспокоит, пришел и хочет сделать процедуры с целью, например, получить эффект лифтинга от электропорации, да, то мы можем взять, например, не антивозрастной гель нео, особенно если пациенту нет, там, еще возраст небольшой, да, до 30, а можем взять тот же самый гель для жирной кожи, там и себорегуляторы поработают, и, собственно, эффект лифтинга от самого процедуры мы и получим. Вот, и эти гели, да, вот хороший вопрос, Ирина, кстати, гели наши все самодостаточны, под них сыворотки можно не класть, вот, потому что в них во всех достаточно много активов, и они все находятся в рабочих, достаточно больших, то есть именно рабочих концентрациях, потому что рабочая – это не всегда большая, например, некоторые пептиды, там, или, например, некоторые, гиалуроновая кислота та же самая, да, например, она не кладется в большой, например, концентрации, потому что она просто из геля сделает тогда кусок мыла, если мы ее положим очень много, вот, но именно рабочая концентрация должна быть, но есть, например, пептиды, такие как аргирелин, которые не будут работать в концентрации, там, 1-2% или, там, 0-5%, чем часто грешат, там, масс-маркет-бренды, которые, там, берут действительно дорогой аргирелин, кладут его, там, 0,01% и пишут на банке, что он там есть, а мы ждем миорелаксации такого препарата, нет, конечно, вот, то есть он работает где-то от 4%, и, соответственно, 4-5-7, вот как наша сыворотка миорелакс, он будет работать, да, меньше не будет, вот, поэтому гели все содержат активы в рабочих концентрациях, не обязательно класть под них сыворотки, усилить, например, действие, в принципе, можно, мы можем, например, использовать комбинацию средств, то есть мы хотим двух зайцев убить, да, мы хотим и обезвоженность устранить, и хотим еще, там, например, укрепить сосуды, поработать с цветом лица, да, мы можем взять, например, сыворотку 3D-увлажнения с тремя видами гиалуроновой кислоты в составе, вот, и можем, например, взять, или, там, интенсив омоложения, например, с двумя видами, ну, естественно, зайдет в глубокие слои, только один, ультрамолекулярные, да, высокомолекулярные, понятно, что останется на поверхности, и можем поверх нее, например, взять гель для сухой нормальной кожи нео вводить, но я чаще всего предпочитаю все-таки работать по гелю аппаратом, а уже сыворотку положить потом в конце процедуры под завершающую маску, под альгинат, например, под тот же самый, да, вот, и так будет, мне кажется, тоже очень хорошо, и потом мы уже ничего не будем смывать, закроем финальным кремом и получим хороший результат, вот. Наличие выраженного купероза и розации, я специально красным выделила, является, естественно, противопоказанием процедурам, когда мы воздействуем электрическим током в миллиамперном диапазоне, то есть когда мы воздействуем электрическим током так, что пациент это чувствует, потому что микротоковая терапия, когда мы подпороговыми нейроподобными токами работаем, пациент ничего не чувствует на процедуре, то это, конечно, можно и нужно, потому что там идет как раз очень мягкое воздействие на сосуды, и в том числе на лимфатические капилляры, которые, в общем, снимается отечность, микротоки очень часто используются для снятия отечности в том числе, вот, и там как раз это показания, как раз купероз для розации, а вот если мы берем ее на форез или топорацию, то розация противопоказания. Вот, какой у нас будет протокол, да, для процедуры? Мы, естественно, сначала очищаем лицо и шею при помощи любого очищающего средства Гельтек, потому что в любое, какое ни возьми средство Гельтек, там нет агрессивных ПАВ, вот, естественно, если вы работаете на других каких-то марках, вы просто смотрите, чтобы в составе не было, например, этих агрессивных ПАВ, то есть поверхностно-активных веществ, таких как лаурет или лаурилсульфат, например, ну и их производные. Вот, поэтому мы берем, например, ну, самый универсальный для кабинета вариант, это, конечно, очищающий гель, самый экономичный, самый простой, можно хорошо, комфортно снять макияж из глаз и с лица, и умыть там два раза, например, если это нужно, и, собственно, получить хорошее, как говорится, очищение, и при этом не пересушить кожу, не вызвать чувство стянутости. Ну, кто с нами давно, уже все, наверное, знают, это наш хит такой, гель очищающий, давнишний уже, и, в общем, в принципе, такой самый универсальный вариант. Очень пациенты, многие любят наши муссы из серии хомки, а потому что они имеют вкусные запахи, то есть, например, с витамином С мусс пахнет цитрусом, таким ароматом у него. Тоже, естественно, не выраженный, не сильный, мы не используем агрессивно никогда отдушки какие-то, ярко выраженный, потому что отдушки мы понимаем, что это, в общем-то, в косметике самый аллергенный компонент, поэтому отдушки минимальны, все отдушки имеют, естественно, требованиям, соответствуют нашим российским и европейским, по гипоаллергенности, но гипоаллергенность это не означает, что он не может абсолютно вызвать аллергию, любой компонент, любой вообще продукт, любой запах, любая еда, например, может у кого-то вызвать аллергию, другое дело, что процент этого кого-то будет сильно низким. Тогда средство может считаться гипоаллергеном. Ну и, соответственно, концентрация каких-то веществ, она должна быть низкая, тогда меньше шансов, что будет, например, аллергия на ту же отдушку. Вот, поэтому, как говорится, если гель очищающий, даже, как мы все время шутим, грудным младенцам, мамы молодые покупают, да, и моют своих деток, да, то, например, мусс и мусс-аллоэ вера, или мусс-этоин-энце, наверное, грудным младенцам я бы не стала советовать, потому что все-таки там отдушка есть, да. Хотя некоторая детская косметика пахнет, как говорится, гораздо сильнее, чем наша профессиональная. Вот, но мы сейчас, как говорится, не о детях, а о том, чем умыться. Умываем пациента, соответственно, если в плотном макияже пришел, можем использовать смицеллярный лосьон перед умыванием, либо какое-то гидрофильное масло. У нас, кстати, сейчас на тестах новой продукции гидрофильное масло, наконец-то, скоро, может быть, оно выйдет. Ну, скоро, так понятно, что это не завтра, наверное. Вот, но, может быть, где-то там к весне мы обзаведемся собственным гиртеком, с кем гидрофильным маслом очень хорошим. Вот, и будем его, собственно, ждать. Тогда можно его уже использовать. И, соответственно, после того, как мы пациента умыли, мы можем подготовить кожу, например, при помощи энзимно-пектиновой маски, сделать по ней массаж в течение 10-15 минут, и смыть ее, получить уже такой хороший эффект гладкой кожи. И, убрав роговые чешуйки, мы можем, естественно, освободить дорогу, скажем так, нашим активным веществам. Чем лучше мы отшелушим, тем лучше у нас пройдет форетическая процедура любая. И поэтому, в принципе, энзимную маску, как говорится, в протокол я включаю очень часто для подготовки кожи к каким-то любым процедурам. Естественно, что если мы делаем курс, то этот этап нанесения энзимной маски, такой легкий пилинг, будет у нас, допустим, на 1-й, 5-й и 10-й процедуре, или там на 1-й, 4-й, 8-й. Потому что чаще там 1-2 раз в неделю ее делать нельзя и нецелесообразно. Поэтому, если мы делаем классический физиотерапевтический курс, например, внедряем тоже низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и делаем 10 ежедневных или через день процедур, то на 1-й, 5-й, 10-й процедуре второй этап будет присутствовать, а, соответственно, на всех остальных мы будем просто умывать, тонизировать кожу и наносить уже средства для электропорации. Вот, соответственно, по проблеме мы подбираем препарат, да, ну там, безвожная кожа, например, гель, концентрация с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой кожи, которая требует антиоксидантов, такая тоничная немножко, знаете, взрослой гель Нео хорошо, с каким-то проблемами с цветом лица, нарушением микроциркуляции, значит, мы возьмем, например, гель для сухой и нормальной кожи Нео, лентикуперозный гель для жирной кожи, возьмем гель для жирной кожи и так далее. То есть любой активный гель можем использовать. И для того, чтобы у нас манипула скользила лучше, мы, естественно, можем либо кисточкой тоником смачивать любым нашим поляризованным, то есть там тоник с гиалуроновой кислотой, тоник с гельдрозатом коллагена, алоэ вера, тоник для жирной кожи, например, если нужен, вот, поверхность. И тогда у нас манипула будет лучше скользить, чтобы не перерасходовать сам активный препарат. Но, с другой стороны, тоже самого активного препарата сильно жалеть не надо, потому что все-таки в среднем у нас на процедуру, на среднее лицо уходит где-то миллилитров 5, ну, 4-5, 3-5 миллилитров активного препарата, да, если мы еще шеи и декольте, плюс если это объемное какое-то лицо и шеи и декольте, да, у всех они разные, вот, по размеру, то где-то там даже до 7 миллилитров можем израсходовать. Вот, соответственно, когда мы уже пациенту кожу подготовили, да, мы настраиваем аппарат, ну, у меня здесь для примера стоит Талли Праговский аппарат, не знаю, будет ли хорошо видно вам, попробую тоже немножко показать. Здесь, в принципе, предельно простой интерфейс, да, здесь мы его включаем-выключаем, да, при помощи одной кнопки. Ставим, например, время, ну, на 20 минут, да, или на 25 минут. Вот, он у нас отключится, когда время закончится, да. Вот, интенсивность у нас регулируется здесь, как бы, вот этими кнопочками, да, но, соответственно, мы интенсивность будем выставлять уже, когда запустим аппарат, да, когда у нас будет уже пациент держать манипулу пассивную нашу, да, которая замыкает контур, и мы будем работать уже по нанесенному гелю. Вот, и, соответственно, если мы его включим, да, понятно, что у нас на лице влажная среда, но здесь, как раз, в отличие от фореза, здесь не требуется гидрофильность салфетки, потому что здесь никаких реакций на кожу не происходит, как таковых, да, вот, и, в принципе, можно и вот эту манипулу держать в руке, но просто я заметила, что, во-первых, лучше контакт, если мы все-таки возьмем хотя бы один слой такой салфеточки, намочим, хорошенько отожмем, и в эту влажную салфеточку пациент у нас зажмет. Ну, в принципе, можно и так держать. Просто у всех, у кого руки потеют, у кого-то там неравномерно начинает вот это прилегать, как-то он отпускает. Обязательно металл нужно снять весь, естественно, с пациента. Вот, все металлические предметы снимаем. Вот, и, соответственно, мы можем, например, запустить наш аппарат уже работать, да, но у меня пока тут, конечно, ничего влажного нет, не будет он у меня хорошо тут работать, но я просто его включаю для того, чтобы показать, что интенсивность мы устанавливаем уже, когда у нас куда-то манипула к какому-то не очень чувствительному участку прилегает, и там дальше мы уже можем выставлять вот эту вот интенсивность. И после этого мы запускаем, увеличиваем постепенно интенсивность до появления каких-то ощущений. Вот я уже почувствовала на четверочке. И вот когда у нас точечка здесь мигает, значит, аппарат работает. Соответственно, мы стараемся не отрывать от кожи эту манипулу, да, вводим вот такими вот либо восьмиобразными, либо такими спиральными движениями по массажным линиям, не против, естественно, только лимфы. И потом в конце процедуры убираем интенсивность и выключаем аппарат. Вот. И, в принципе, здесь все достаточно легко. И единственное, что вам могут встретиться, например, аппараты с встроенной баночкой, в которую наливается средство, да, на которое мы вводим. Но это такая, ну, скажем так, более старая модификация. Тоже хорошие аппараты есть. Есть старые прекрасные аппараты БТЛ английские с такой, с баночкой. Просто баночки эти, да, их нужно с ними быть осторожными, чтобы их там не сломать, не побить. И их потом нужно, конечно же, промывать, чистить. Другое дело, что из такой манипулы может, например, более густой гель не хорошо вытекать. Поэтому иногда приходится в баночки разбавлять, например, гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой тоником, а на кожу уже наносить чистый концентрированный гель, чтобы не терять в концентрации рабочих этих веществ, которые мы вводим. Поэтому более жидкие сыворотки подходят, например, под именно для вот этой баночки, а вот такие аппараты, где манипулы, собственно, не с банкой. Любой густоты, в принципе, гель активной можем использовать. Это что касается того, как мы, собственно, саму процедуру проводим. После того, как мы ее провели, остатки препарата, если это нужно, например, гель-концентрат лучше снимать салфеткой, потому что то, что мы не впитали в кожу, оно уже будет как пленочку давать, то есть оно впитываться уже не будет, и поэтому лучше влажной салфеткой или с брызнутой тоником или просто чистой водичкой снять. Да, если препарат, например, тот же самый гель на сухой нормальной кожи нео или антивозрастной гель нео или антикуперозный гель, вы по нему работали, то можно остатки просто в кожу впитать. И дальше мы можем использовать какую-то маску завершающую, мы можем использовать гелевые маски, мы можем использовать вот эту нашу маску, которую все очень полюбили и которую я люблю тоже делать, обычно показываю ее на всяких наших мастер-классах. Это вот гель для сухой нормальной кожи нео, лосьон-концентрат нео и одноразовая вот такая вот масочка, да, уже готовая с прорезями, да, для глаз, носа и рта. Вот, наносим гель, наносим масочку, пропитываем ее при помощи кисти лосьонным концентратом нео, закрываем все сухим полотенчиком на 15-20 минут и получаем в результате фарфоровую кожу. Вот, это, кстати, можно и дома делать периодически, и для завершения других каких-то процедур на перечистке лица, ну, маска очень хорошая, дает эффект такой до и после, скажем так. Но, помимо всего прочего, можете взять активные сыворотки, например, и положить их под альгинат. Вот, особенно если нужен прям лифтинг, то можем взять сыворотку актив лифтинг, мы можем взять, например, сыворотку Мерелакс нанести, втереть на области с мимическими маршинками. Вот, и, соответственно, можем закрыть альгинатом тоже минут на 15-20, и потом уже снять альгинат и нанести финальный крем. Вот, что касается уже завершающих масок, стараемся все-таки использовать те, которые не нужно смывать. Вот, хотя бы просто стереть излишки, да, и нанести завершающий крем, ну, чтобы не было лишних еще дополнительных контактов с водой, разражений кожи и так далее. Соответственно, в завершение мы можем взять либо универсальный крем увлажняющий, можем взять антиоксидантный коктейль Витаматрикс крем, вот этот вот из серии нашей Home Care, который со светоотражающими частичками, витаминами АЦЕ в составе, он очень хорошо работает как раз как завершающий, потому что он еще дополнительно такой немножко декоративный эффект дает, но ненавязчиво, то есть он не блестит, как хайлайтер, а именно вот кожа становится, приобретает такой лоск, скажем так, дорогой. Вот, ну или если индекс инсоляции у нас, то есть ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды высокий, не сейчас, конечно, а летом, например, да, то мы, или там весной уже поздний, то мы, конечно, можем нанести мультипротектор SPF 50+. Вот, ну и также, естественно, если пациент у нас на активном ретиноле или там использует какие-то средства агрессивные, то мы, естественно, мультипротектором можем закрывать вне зависимости от уровня ультрафиолетового индекса, даже если он 2,3, можем все равно, например, использовать мультипротектор. Если пациент недавно, например, проходил куст пилингов или он находится как раз на курсе ретинолосодержащих препаратов, например, наш ретидерм 0,25 или ретидерм 0,5, вот, и тогда, конечно, желательно иметь SPF в завершающем средстве и процедур в том числе. Ну, естественно, если она не в вечернее время проводится. Также можем использовать вот уже в осенне-зимний период SPF не такой высокий, как в мультипротекторе, то есть можем использовать 10-15, то есть брать крем увлажняющий, в нем 10, брать крем для комбинированной кожи SPF 15, соответственно, в нем 15 с хомки. Вот, кому что больше нравится. Кремы все универсальные, для всех типов кожи подходят, они все легенькие, и, собственно, поэтому любой вариант подойдет. Для завершения смотрим уже по пациенту. Можно дополнительно на зону вокруг глаз наносить, например, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, с матриксилом и кофеином, вот, и, собственно, тут уже по ситуации смотрим, да, какого возраста пациент, какая проблемная зона у него, и так и завершаем процедуру, собственно. Вот, по самой электропорации есть еще какие-то вопросы? Задавайте вопросы, если они есть. Я в завершении вебинара несколько протоколов подготовила. Два совсем новеньких. Хочу еще вам про одну новинку рассказать, которая должна вот-вот выйти. Буквально обещали, что в пятницу она будет уже в продаже. Мы ее давно уже ждали. Вот, и как раз вот во втором протоколе я про нее упомяну. Это сыворотка CN, это же тоже совершенно бомбической, можно так сказать, комбинацией антиоксидантов. И как раз во второй протокол я ее включила. И дальше еще два протокола будет для уже жирной проблемной кожи и для чувствительной. Соответственно, комбинированная кожа 25+, то есть как мы будем пролонгировать эффект от аппаратных процедур, что мы будем домашний уход назначать, потому что от того, что мы назначим домашний уход, у нас все-таки зависит результат пролонгированный. То есть наш результат процедур не сейчас, в момент, сразу после процедуры, а чтобы он у нас как можно дольше держался. Между процедурами оптимальный интервал 2-3 дня. На самом деле лучше один день, то есть, грубо говоря, мы делаем или ежедневно классическую физиотерапию, или через день. Но через 2 на 3 тоже можно. Если мы делаем через 3 на 4, это уже не совсем, как говорится, курс. То есть у нас не успеет накапливаться активные вещества, депонироваться, потому что, как правило, они все-таки до 2 суток где-то депоят, и держится максимум, а то и несколько часов всего. И, собственно, вот этот накопительный эффект, он будет менее выражен. Мы, конечно, в физиотерапии классической бывает, пролонгируем, например, сам курс. То есть если мы делаем процедуры реже, то мы делаем их больше, но не больше 15 процедур. Но в идеале, конечно, сделать 10 процедур через день. Это будет вообще отлично. Потому что понятно, что каждый день не факт, что пациент сможет ходить, если только он не отдыхает где-то. Потому что как раз косметологические кабинеты где-то в курортных зонах, они как раз курсами работают, и очень хороший результат получается. Человек приехал на 2 недели, за 10 дней еще курс массажа или курс какой-то аппаратный, разных процедур сделал, или какой-то одной, которая ему нужна, и получается вообще отличный результат. Конечно, в условиях города сложно, чтобы пациент ходил каждый день. Не все это могут себе позволить. Но реально физиотерапия, конечно, она классической остается, даже если она перешла в косметологию каким-то боком. Но оптимальный результат, конечно, достигается, когда мы выполняем вот эти все требования. То есть делаем курс ежедневно или через день. Ну, через 2 на 3 максимум. Мы все работаем, как правило, чаще всего 2 через 2, поэтому через 2 на 3 у нас самый такой популярный вариант. Значит, комбинированная кожа 25+, с расширенным пором в Т-зоне, со склонностью к отекам и неровным тоном. Ну, соответственно, мы процедуры какие-то такому пациенту можем делать, если склонность к отекам и неровный тон, и нет выраженного, например, купероза, возраст не сильно большой, то есть 25+, там 30 до 35, то, в принципе, мы можем делать как раз электропорацию и по антикуперозному гелю, и по гелю, например, для жирной кожи, и взять гель тонизирующий, который дополнительно еще неплохо отечно снимает, и антикуперозный неплохо отечно снимает благодаря конского кашла на составе. Вот, поэтому мы можем выбрать для самой процедуры один из этих препаратов и домой назначить, допустим, щадящее очищение какое-то, то есть, ну, любой гель или мусс наш. На самом деле, комбинированная кожа часто любят чуточку пожестче, поэтому они больше предпочитают мусс с алоэ вера, где там на один паф больше, но он тоже Т-ОККЛ-глутамат очень щадящий. Вот, еще более мягкий гель очищающий и мусс с витамином С. Вот, утром и вечером, естественно, для тонизации кожи, то есть, для восстановления ПАЖ и завершения очищения мы можем взять тоник для жирной проблемной кожи, несмотря на его грозное название, если вдруг кто с нами недавно, да, и не знает. Это хороший просто балансирующий тоник, он и для нормальной кожи подходит, для комбинированной, там гамамелис в составе, и он не содержит ни спирта, ни каких-то подсушивающих, матирующих веществ. Вот, поэтому его можно спокойно использовать, он не будет пересушивать, а вечером, например, можно использовать тоник с АХ-кислотами, например, в сезон. Можно, если кислот будет многовато, да, в уходе, то можно его не каждый вечер использовать, а в другие вечера использовать тот же тоник, что и утром. А дальше я бы посоветовала, например, для такой кожи, склонной к отекам неровному тону и еще и с расширенным пором, взять средство, в котором есть достаточно большая концентрация неоцинамида. А у нас есть линейка натуральная вышла у Гильтек, ну, скажем так, под бренд наш, да, вот, который называется The You, может быть, многие его уже знают, что-то пробовали, и там есть совершенно прекрасная сыворотка True Baby Face, она называется, серум с 3% неоцинамидом и 2% витамином С в форме аскорбилглюкозита в стабильной форме. Вот, и он шикарно совершенно снимает отечность, даже такую утреннюю отечность после того, как отпился чай на ночь, например, да, и лег лицом в подушку, устал и заснул, вот, то как бы она очень хорошо вот это тоже убирает, практически так же, как, ну, только другой механизм действия, да, как гель для кожи вокруг глаз, если его нанести на все лицо. Вот, но мне кажется, True Baby Face будет немножко порентабельнее покупать для использования на все лицо, чем гель для кожи вокруг глаз, вот, с пептидом и серилом. Вот, и вот этот True Baby Face, неоцинамид, он хорошим и сиборегулирующим действием обладает, и там есть компоненты, которые немножечко снимают отечность, плюс витамин С дает такое сияние и выравнивает тон, поэтому очень хорошая такая базовая активная сыворотка. Можно обратить внимание, кто вообще не смотрел, что такое The You, The You, да, правильно по-английски сказать, по-разношению не самое лучшее, вот, потому что я учила немецкий. Гель моделирующий для нижней трети мы можем взять для такого пациента и научить его делать легкий лимфодренаж, то есть прокачать лимфузелки регионарные, сделать хороший лимфодренаж, да, по всему лицу. У меня есть где-то на YouTube видео, которое мы еще в прошлый карантин летом 20-го снимали, из дома, вот, и там как раз видео про отеки, влог, там буквально такой пятиминутный массажик, который можно делать в, собственно, в домашних условиях, пациенту научить, показать ему, это там 3 минутки, 5 минут от силы эти движения делаются, и, собственно, он будет наносить гель моделирующий для нижней трети, усиливая его эффективность еще. Вот, сыворотку актив лифтинг также можно использовать, то есть гель моделирующий для нижней трети, он больше как антицеллюлитный по составу, да, вот, поэтому его хорошо использовать тем, у кого вот этот вот овал немножко дрябловат, не из-за того, что дряблая кожа, а из-за того, что, или там нарушенная микроцикуляция, а когда больше отечность и жирок лишний есть, вот, тогда гель моделирующий вообще замечательно работает, вот, если же как раз больше мелкоморщинный тип старения, да, тенденция к нему, понятно, там в 30-35 лет еще нет никакого особо старения, да, вот, то все равно, и, например, именно дряблость кожи, да, или сосуды слабенькие, да, например, то тогда мы уже, ну, то есть, грубо говоря, цвет лица еще не очень, то актив лифтинг с кофеином, с пауланом будет предпочтительный, да, то есть, если жирок отечность, берем моделирующий для нижней трети, если больше хочется такой, как бы, лифтинг, укрепить кожу, то актив лифтинг очень хорошо работает, вот. Утром, соответственно, мы закрываем это кремом, например, для комбинированной кожи с ПФ-15 легким, а вечером можем взять или увлажняющий ночной, либо, если это комбинированная кожа с, например, жирной Т-зоной, и, в принципе, не особо нужен крем на ночь, можно оставить достаточно гелевое средство на ночь нанести и, собственно, например, на кожу только вокруг глаз нанести крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вот, соответственно, один-два раза в неделю мы проводим глубокое какое-то очищение зимной пектиной маской, то же самое, либо под пленку, либо под массажик, вот, и, например, ту же самую маску Аква Удовольствия толстым слоем на 20 минут положить, после этого снять ее влажной салфеточкой и нанести свой вечерний уход. То есть это будет такой прям комплексный уход, который мы вот по таким вводным данным можем подобрать. Кстати, я не рассказывала, по-моему, что, ну, то есть на этом вебинаре не упоминала в начале, когда мы там в лирическом отступлении разговаривали до начала нашего вебинара, не упоминала про наш шоурум. Если вдруг кто не знает, у нас в центре Москвы есть шоурум теперь с лета этого года. Вот, и там у нас два косметолога, даже уже три косметолога по очереди, они меняются, принимают бесплатно совершенно, могут подобрать уход вот такой же, да, например, какой-то, а могут дать пробничков попробовать. То есть там можно попробовать все текстуры, если кто-то, допустим, хочет попробовать на себе там что-то. Косметологи по записи, правда, косметологи по записи, а так прийти просто попробовать текстуры, может и администратор проконсультировать. И можно все попробовать, можно взять пробнички и утащить. Вот, можно после консультации с косметологом, который тоже бесплатно. Можно самовывоз туда, например, заказать и самовывезти оттуда, заодно там что-нибудь напробоваться. Вот, так что имейте в виду, что кто в Москве, у нас на Пятницкой, это в центре, идти близко от Третьяковки, от Новокузнецкой, от Павелецкой, от Добрынинской, то есть хорошее место, можно туда наведаться как-нибудь. Вот. Были, да, Ирин? Вот. И, в общем, всех приглашают туда. И у нас там, естественно, проводятся мастер-классы. То есть я провожу для специалистов в основном, вот, хотя бывает, что и обычные мастер-классы для обычных людей, не специалистов проводим. Вот, косметологи, которые там в шоуруме работают, они проводят, ну, несколько раз в неделю всякие даже бывают мастер-классы различные. Вот, так что отлично. Вот, так что приходите к нам на мастер-классы. У нас обычно на сайте информация какая-то есть, но чтобы вот информацию прямо вовремя получать, да, лучше, конечно, на какую-нибудь из наших соцсетей быть подписанными. Чаще всего Инстаграм быстрее всего реагирует. То есть кто у нас подписан на Инстаграм, на наш, они всегда знают, когда у нас там какая-то акция, когда у нас там мастер-класс проводится и так далее. Вот. Для специалистов, конечно, еще рассылка действует. То есть вы по почте, например, узнаете, что у нас какой-то мастер-класс планируется в следующем месяце. Вот. Так что имейте в виду. Вот. Значит, следующий протокол. Для возрастной кожи обезвоженной тусклой или кожи курильщика. Вот здесь как раз я прям хочу поделиться радостью, что мы скоро, вот, уже у меня есть. Вот. Наш CNRG выпустим. В пятницу должен быть уже в продаже. Так что если вдруг кому-то попробовать будет, можно будет даже воспользоваться нашим вебинаровским промо-кодом. Я его в конце еще раз напишу, чтобы не забыть, если забуду, напомните мне. Вот. Который еще дополнительную скидку на 10% от вашей цены специалиста дает. Вот. Но это шикарная совершенно вещь. Как видите на слайде, да, я даже записала проценты основных активов. То есть там огромные концентрации, ну, скажем так, не огромные, а рабочие, да, потому что если делать огромные, мы получим раздражение кожи. То есть там витамин С, причем в двух видах. В липосомальном виде 3% и просто аскорбилглюкозит, как, например, в той же Baby Face, да. Вот. В общей совокупности. Знаете, вездеход уже все не действует, который на 3000 был в 2020 году и в 2021 частично. К сожалению, нет. Вот наш, мастер, наш вот вебинаровский действует. То есть у нас получается вместе с вебинаровским промо-кодом где-то около 45% скидка. Вот, я его потом напишу. Вот. От прайса специалистов, разумеется. Если там не специалисты, допустим, присутствуют и им воспользуются, то будет от розничного прайса. Вот так уже не специалистам может быть выгоднее даже на маркетплейсах, но раз покупать, потому что там бывают больше скидки. Вот. А специалистам, конечно, выгоднее участникам вебинара воспользоваться всеми плюшками нашими, как специалистов. Вот, соответственно, ресвератрол там 3%, это шикарный совершенно антиоксидантный компонент. Фируловая кислота 0,5. Фируловая кислота, она в больших концентрациях может использоваться как кератолитик, но она считается одним из сильнейших антиоксидантов. Вот. Ну, естественно, витамин Е, зеленый чай, дегидрокверцитин наш любимый, липосомальный, который в серии Нео, да, все здесь есть. И у нее такая очень специфическая текстура интересная. То есть она как бы гель, да, но он немножечко вязкий. То есть он разносится очень хорошо. Но вот когда мы наносим его на лицо, его лучше всего наносить, естественно, там массажными похлопающими движениями. И в конце, сейчас я попробую изобразить это с микрофона, сделать вот такие вот отрывающие движения, да, вот несколько, когда мы наносим, да, чтобы немножечко простимулировать еще кровоток. И она вот дает такую небольшую липковатость, когда мы наносим. И потом она, естественно, уходит от липковатости буквально там за 2-3 минуты. И потом мы наносим уже крем. Если мы сразу крем нанесем, когда еще не ушла липкость, то все равно она, получается, уйдет. Вот. Вот если мы хотим, чтобы вообще ничего не наносить, да, например, то через где-то 2-3 минутки. И вот пока вот это вот есть, вот она еще не совсем впиталась, вот эти вот движения очень хорошо делать, как говорится, когда мы наносим вот эту Цэнерджи. И Цэнерджи, естественно, мы закрываем потом уже какой-нибудь ИСПФкой или каким-нибудь кремом, например, тем же самым Витаматриксом. Очень хорошо, кстати, Витаматрикс тоже на обезвоженной тусклой коже, потому что немножко такой блеск еще придает. Ну, естественно, мы ждем наш CC-крем, все еще ждем, вот, потому что у нас, к сожалению, CC-крем пока задержался по, скажем так, независимым от нас обстоятельствам, там проблемы с тарой, в которую мы его должны пасовать. Вот. И как только у нас эта тара появится, наконец-то выйдет наш прекрасный совершенно СПФ-30 CC-крем с тональным эффектом, подстраивающим. Но пока вот, чтобы не разочаровывать людей, я не обещаю, когда он выйдет. Я надеюсь, что до Нового года все-таки мы его получим, потому что, кажется, крем уже давно готов, но мы просто не можем его продавать, потому что пока у нас вот такие вот немножко задержки с поставкой тары. Вот, потому что он в другой упаковке, не в такой, как все эти кремы будет, поэтому, поэтому ждем. Вот, пахнет немножечко, он, я не могу сказать, что он апельсином пахнет, он такой, как бы, немножечко пряный запах имеет, не как СПА-апельсин он пахнет, такой, скажем так, корицей немножечко, корицей скорее, да, дает. Вот. Вот, и, естественно, вот эту сыворотку можно использовать и два раза в день, и можно использовать в первой половине дня, потому что здесь не кислая форма витамина С, вот, а, например, вечером использовать уже что-то более такое агрессивненькое, то, что в осенне-зимний период мы себе можем позволить, да, ретинол тот же самый, ретидермы, да, или альфа-дерм с миндальной кислотой. Вот, поэтому вот возьмите на заметку, шикарная вещь, очень прекрасно работает и под макияж, кстати, вот мы, я, например, его с нашим CC-кремом использую, да, который у меня, учитывая то, что мы на тестах, как говорится, его еще имеем, тестовые экземпляры, да, мы им можем пользоваться, вот, но я надеюсь, скоро он выйдет, и вы сможете им пользоваться. Можно, кстати, и под питательный массажный наносить ее, как бы, потому что питательный массажный можно использовать просто как уходовый крем, не обязательно использовать его только под массаж. Вот, ну, в общем, про новинку я вам рассказала. На Интершаре, естественно, мы ее презентуем, на этом можно приходить, смотреть, можно сходить в шоурум посмотреть, в шоуруме она будет на следующей неделе, наверное, а на сайте она официально появится, скорее всего, в пятницу. Вот, соответственно, в случае сухой кожи, как я уже говорила, да, можем спа апельсин использовать, в случае жирно-комбинированной вечером достаточно сыворотки, можно на опыте вокруг глаз нанести какой-то крем, да, например, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, вот, и можно ее, например, при тусклой коже чередовать с антикуперозным гелем. Соответственно, интенсивный уход один-два раза в неделю, как обычно, пектиновая маска, можно сделать маску вот эту фарфоровую кожу, о которой я сегодня рассказывала, ну, о которой я часто рассказываю в наших семинарах, и получать такой, как говорится, салонный уход у себя дома. Ну, и два в заключении еще протокольчика для проблемной кожи, жирная, комбинированная со склонностью к воспалению, ну, это наш стандартный протокол, когда мы используем, сейчас отвечу Ирину на вопрос, вижу его, вот, когда мы используем теперь мягкое очищение, тоник для жирной кожи утром, освежающий тоник с ахокислотами вечером, на участке с воспалениями, то есть не локально на прыщике, а прямо на участке, то есть если у нас один прыщ, грубо говоря, на подбородке, мы все равно будем мазать вес подбородок, или там всю Т-зону, например. То есть стоп-акне, и поверх стоп-акне уже можно нанести или увлажняющий крем, или гель-доматен, например, серый, профилактический. А вечером очень хорошо для жирной комбинированной склонной к воспалению кожи использовать флюид с миндальной кислотой, альфа-дерм, то есть там не только миндальная, конечно, кислота, там и миндальная, и комплекс других ахокислот, то есть там и винный, и глюконный, и гликолевый, и молочный, и лимонный и так далее. Но всех кислот там совокупно 5% и миндальный 5%, она там все-таки хедлайнер, если можно так выразиться. Плюс там дмая, плюс там комплекс увлажняющий, она такая самодостаточная сыворотка, альфа-дерм, и ее очень хорошо при коже даже склонны к покраснениям использовать, потому что миндальная кислота, она тоже вазопротектором является. Можно использовать, когда склонность к воспалению, к гиперкератозу, к каким-то застойным пятнам, например, вследствие воспалений. И можно использовать как каждый вечер, так и смотреть по ситуации, может быть, чуть реже. Наносить на нее что-то другое не обязательно, потому что она, как я уже говорила, самодостаточная, очень хорошо увлажняет, то есть, в принципе, если мы ее нанесем, поверх нее не требуется каких-то других средств. И также для проблемной кожи один-два раза в неделю интенсивный уход. Можно с энзимной пектиновой маской, как удовольствие, но я чаще люблю все-таки хотя бы один этот раз, из двух раз в неделю, когда мы делаем интенсивный уход, делать после энзимной маски глиняную маску поросуживающую, какую-нибудь хорошую. Надеюсь, что у нас тоже норальные позы появятся, потому что уже разработки на эту тему ведутся нашими химиками, технологами, но пока еще мы ее не пробовали, вот, как говорится, как только так сразу, но пока можно взять какую-нибудь хорошую маску от любого проверенного производителя. Вот, ну и при необходимости можно вечером добавить, естественно, в зону вокруг глаз крем-соверку для век с эффектом лифтинга. Вот, и если альфа-дерм, например, будет дискомфортен, например, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, потому что он очень мягкий препарат, вот, на каждый день, да, то можно, например, в какие-то дни использовать вечером или демотен, который использовали утром, или, например, гель пектиновый, который имеет кислый паш и тоже профилактическим действием обладает относительно воспалений. Ну и последний протокол для чувствительной кожи – это щадящее очищение, тоник с гиалуроновой кислотой, эластином, чаще всего при сухой, например, обезвоженной, чувствительной коже хорошо используют, потому что он сам по себе влагу закупоривает, как говорится, в эпидермисе за счет высокомолекулярной гиалуронки. И гидролизат коллагена, алоэ вера – это тоник универсальный для чувствительной кожи. Нанести потом сыворотку, которая будет глубоко увлажнять, то есть это 3D-увлажнение с тремя видами гиалуроновой кислоты, пептидом, диофпарином, и снятие чувствительности будет как раз гель алоэ вера, сока алоэ вера обеспечивать. Ну и дальше нанести гель царамидский инсейвер. Это как раз тот препарат, который я вначале упоминала, который называется гель, на самом деле это не гель, а скорее масло. Ну, по крайней мере, текстура такая маслянистая. И когда, потому что там комплекс масел очень такой богатый, скажем так, и масло органы, там иноградные косточки, миндаль, ну то есть много всего, масляный строк календулы там в составе, плюс церамиды, фицитерол, сколан, то есть как бы мы берем вот этот церамидский инсейвер, наносим его небольшое количество на лицо, распределяем, он сначала кажется маслицем таким, а потом, когда у нас полностью он впитывается, маслянистость уходит и остается вот такое ощущение барахтной кожи. Его, так как он не содержит воды, можно использовать как средство от мороза, причем его не обязательно носить, как остальные кремы, например, или сыворотки за полчаса до выхода, его можно прям сразу наносить, даже в процессе, даже подмазать, например, губы, например, или там кутикулу, пересохшую им, вне зависимости от того, где вы там, при какой температуре воздуха находитесь, потому что с ним не обветрится кожа, там нет воды в составе. При необходимости можно наносить, естественно, средства с СПФ, потому что, как бы, понятно, что протокол не для, только зимы предназначен, да, вот, и, собственно, вечером для чувствительной кожи с нарушенным барьером, очень хорошо тоже для многих работает сыворотка пробиоскин с пребиотиками, с пробиотиками, там, лизаты бактерии, альфаглюканы, нулин, то есть очень такой неплохой состав, именно который восстанавливает кожный иммунитет, либо если человек, например, пропил курс антибиотиков, у него общая микрофлора, да, нарушена, или, допустим, он мазал на лицо какие-то кортикостероиды, то есть любые подавляющие иммунитет препараты, да, или ингибитор кальциневрина, или пользовался, например, лечебными какими-то средствами с адопаленом или с базироном, да, с бензоэлпероксидом, да, базирон тот же самый, да, использовал и нарушил микрофлору, и, собственно, или какие-то агрессивные процедуры были, то как раз, чтобы ее быстренько восстановить, можно использовать вот эти средства с пройпребиотиками, вот пробиоскин как раз к ним относится. Ну, а если просто чувствительная кожа без особых каких-то проблем с кожным иммунитетом, то можно взять самый простой и гипоаллергенный наш гель, гель увлажняющий плюс гиалуронка и алоэ, да, там составит только гиалуронокислота, сукалоевера и фукагель, как такой полисахаридный комплекс, увлажняющий, удерживающий влагу и тоже являющийся пребиотиком, кстати, вот, и его использовать, например, на ночь. Вот, собственно, это вот по протоколам все. Еще вопрос от Ирины. Есть ли массажное средство, которое скользит 30-40 минут? Нет, к сожалению, 30-40 минут нет, потому что гель, потому что крем питательный массажность, по апельсин, он, ну, максимум будет минут 20-25 скользить, ну, до 30, это, ну, его прилично придется просто взять, потому что я обычно на средний массаж, такой где-то 25-минутный, ну, не хир массаж, конечно, когда там длится час, вот, обычный такой массаж, который посреди процедуры можно сделать, да, мне нужно где-то столовая ложка его, вот, то есть я ее обычно делю на три части, да, вот, ложечку откладываю его, и вот начинаю массаж с поглаживания, да, беру первую порцию, потом мне понадобится опять, допустим, поглаживание, я еще порцию возьму, и в конце уже завершающее поглаживание, когда делаю после уже всех остальных движений, то еще воспользуюсь одной, то есть где-то, ну, грецкий орех с крупной, наверное, порцией, либо столовая ложка уходит этого крема, поэтому если вы часто делаете массаж, то его оптимально брать в полулитровом флаконе, который специально у нас для профессионалов был сделан, чтобы можно было дешевле, как говорится, взять более большой объем этого крема. Если вы, если у вас пациент хорошо переносит массажные масла, например, да, либо он не очень любит масла, и как бы когда вот весь массаж по маслу делается, то очень хорошо начинать с крема, а потом в процессе чуть-чуть какого-нибудь масла хорошего, там, например, миндальное, персиковых косточек, там, или масло снова ореха, оно там с наименьшей комедогенностью взять, и чуть-чуть добавить еще масла, тогда у вас будет кататься хоть час. Вот, ну, а начинаете вы с крема, и получается, если вы добавляете в процессе немножко масла массажа, то у вас и крема меньше уйдет, ну, и масла меньше уйдет. И пациент не будет чувствовать, что он весь там в жире в этом плавает, да, некоторые просто категорически это не любят. Вот, ну, а если уж совсем, как говорится, жирные текстуры противопоказаны, то есть выход тоже здесь, можно сделать массаж по гелю. Вот, причем можно взять даже достаточно дешевое средство, но главное, высокой вязкости, например, гель из серии Боди с гидрозатом коллагена, алоэ вера, да, и сделать по нему. Но, конечно, более интересно, да, и по текстуре, и по ощущениям, и по активам, конечно, сделать массаж тогда по акваудовольствию. Чтобы гель скользил, мы просто ручки смачиваем либо водой, либо тоником сбрызгиваем, и он хорошо скользит. То есть, в принципе, можно сделать этот массаж, например, лица по гелевому средству, так как, например, спортивные массажисты выходят из положения, когда делают спортсменам массаж, а у них, например, склонность к высыпаниям, ну, на спине той же самой, да, бывает, что культуристы, которые принимают какие-то препараты, не будем их озвучивать, для наращивания массы, да, у них есть такие вот проблемы с кожей, да, вот, и масла могут усугубить это все, а по гелям достаточно неплохо можно сделать массаж, естественно, как говорится, используя такое количество.